Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Больше половины всего населения штата Аризона проживает в округе Марикопа. Города Месса, Темпе, Скоттсдейл и крупнейший город штата Феникс, все в пределах этого округа. Если хотите выиграть Аризону, нужно выиграть в округе Марикопа. К сожалению, по состоянию на сегодняшний вечер мы все еще не знаем, кто победил в округе Марикопа, ни на выборах в Сенат, ни на пост губернатора Аризоны, потому что официальные лица еще даже не близко к завершению подсчета. Через 48 часов после закрытия участков в Аризоне 633 тысячи бюллетеней остаются неподсчитанными. Более 400 тысяч из них в округе Марикопа сейчас на ваших экранах. Когда мы узнаем результаты? Прошлым вечером представители комиссии сказали, что к 8 часам вечера у них будут новые данные к началу нашего шоу, но крайний срок прошел без новостей. К концу ночи они подсчитали еще меньше 70 тысяч голосов. Затем сказали, что подведут окончательные итоги к пятнице, завтра, но нет. Сегодня представители округа заявили, что ожидают объявления результатов выборов не раньше следующей недели. Когда, как вы ожидаете, голоса будут подсчитаны до конца, оставшиеся 400 тысяч с лишним голосов? Ну, у нас это затянется до следующей недели. Часть бюллетеней поступает малыми партиями в соответствии с законом Аризоны. Но я думаю, что львиная доля подсчета будет завершена в начале следующей недели. В начале следующей недели. Можете сказать день? В начале недельники или... Может быть, но никаких, никаких гарантий. Не могли бы вы поведать нам, мистер представитель избирательной комиссии, когда мы сможем узнать, кто победил на выборах? Может быть, но никаких гарантий. Это был председатель Совета наблюдателей округа Марикопа. Обратите внимание на то, чего вы не услышали от него, не было извинений. Парень, отвечающий за результаты выборов, так и не извинился за отсутствие результатов. Это трудно понять. Проблема определенно не в ресурсах. Бюджет округа Марикопа составляет около 4,5 миллиардов долларов в год. Для сравнения, постройка плотины Гувера обошлась в 890 миллионов долларов целиком, и да, это с поправкой на инфляцию. То есть, по цене 5 плотин Гувера, округ Марикопа не может даже подсчитать бюллетени на общегосударственных выборах в стране, которая якобы заботится о демократии. У них даже не получается дать людям проголосовать в день выборов. В день выборов, по данным округа, на 70 из 223 избирательных участков возникли серьезные проблемы с электронными урнами, за которые округ совсем недавно заплатил миллионы. Эти неполадки затронули в основном избирателей-республиканцев, которые хотели прийти проголосовать лично. Один сотрудник участка сообщил, что 25% бюллетеней отклонялись. Можно назвать это третьим миром, но это хуже, чем в третьем мире. Большинство стран третьего мира проводят серьезные выборы, где требуется удостоверение личности избирателя. В Гане не ждут результатов выборов несколько дней. В Венесуэле, чтобы вы о ней не думали, бюллетени подсчитывают за несколько часов. Но у нас почему-то так не выходит. В округе Кларк, Невада, где Лас-Вегас, говорят, что предстоит подсчитать еще десятки тысяч бюллетеней, а значит мы не узнаем, что произошло на выборах к понедельнику. Надеемся. Скоро мы поговорим об этом с Адамом Лексалтом, он там баллотируется в Сенат. Чиновники в округе Кларк явно перегружены, они слишком заняты, чтобы закончить делать то, за что им платят. И все же, как ни странно, у них находится время атаковать Дональда Трампа в соцсетях, чем они занимались весь день. Делу время. Но так не только в Неваде и Аризоне. Результаты выборов в Палату представителей на Западном побережье, в Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон, еще не оглашены. Там говорят, что пока не подсчитали голоса. Правда? В чем дело? Фальсификации? Мы не уверены. И в каком-то смысле не важно, в чем дело. Что мы знаем, так это что механизм наших выборов дает сбой почти исключительно в штатах и городах, контролируемых демократами. Они жульничают? Они дезорганизованы? Опять же, не столь важно. Система явно вышла из-под контроля, она ненадежна. Такие системы не могут, по определению, быть надежными. Вы бы сели в самолет с чиновниками из округа морякопа за штурвалом. Навряд ли. Это катастрофа. Демократия — это основанная на вере система. Чтобы она работала, в нее надо верить. Но кто поверит в это? Наши средства массовой информации, если вдруг не заметили, провели последние несколько лет, защищая демократию. Казалось бы, защитников демократии должен волновать ее крах, но все наоборот. Они говорят «все в полном порядке, все всегда так было». Если усомниться, вас подвергнут цензуре в социальных сетях, как мы выяснили сегодня. Твиттер разместил плашку с предупреждением под видео с этого шоу, потому что мы сообщили легко проверяемые факты. От представителей комиссии о косяках на выборах. На подсчет бюллетеней вашей демократии уходят недели, но вам не позволено этого замечать. В чем же тут дело? Опять же, мы не уверены. И на данном этапе нет возможности узнать, в чем дело, поэтому мы не выдвигаем обвинений. Но мы подумали задать, потому что нам интересно узнать. Самый очевидный вопрос, чтобы посмотреть, сможем ли найти ответ. Вопрос такой, кому это выгодно? И как это узнать? Мы заглянули в прошлое. В случаях, когда наблюдались хаос и задержки с подсчетом в течение последних избирательных циклов, какой процент побед в итоге доставался демократам? При справедливой системе пропорция составила бы где-то 50 на 50, как бросок монеты. Но мы проверили. О, и тут все не так. Друзья, напоминаю, что этот канал существует также на платформе Дзен. Приглашаю вас подписаться и там, хотя бы потому, что... Выпуски на Дзене выходят на целый час раньше, чем здесь. И не забывайте, что поддержать проект и его команду вы можете на спонсор.ру. Все ссылки в описании и закрепленном комментарии. В 13 недавних выборах, которые мы рассмотрели, где задержки подсчета получили широкую огласку, 10 в конечном итоге остались за кандидатами от Демократ. Это 77%. Это не монетку бросить, очень большое отклонение. Возьмем, например, выборы 18-го в округе Ориндж, Калифорния. На выборах в Конгресс республиканцы в трех из четырех районов округа Ориндж, контролируемых республиканцами, вели с большим отрывом в день выборов. Но за последующие недели их отрывы исчезли, испарились. В итоге демократам достался каждый из этих мандатов в округе Ориндж, который не так давно был очень консервативным районом, а кое-где еще остается. Как такое случилось? Газета San Francisco Chronicle сообщила, что поступило 250 тысяч бюллетеней для голосования по почте. Многие из этих бюллетеней были доставлены на участки платными сборщиками бюллетеней. В газете Orange County Register это описали так, цитирую. Люди несли их с топками по 100 и 200 штук. Нам звонили люди, спрашивая, разрешено ли этим людям так делать. Конечно, разрешено им было. Так и задумано. Внезапные изменения произошли не только в округе Ориндж в Калифорнии. В 21-м избирательном округе штата Ассошиетед Пресс объявила республиканца Дэвида Валлада победителем из-за его отрыва в ночь выборов. Это много, значит, Эй Пи не говорит о победе республиканцев, если не вполне уверены. Но в этом случае им пришлось отозвать сообщение почти три недели спустя, после того, как его оппонент, демократ, вышел вперед, потому что продолжался подсчет бюллетеней. В том же году, опять же, в Неваде местная газета задокументировала длительные проблемы с подсчетом голосов в ночь выборов. И, конечно же, неизбежный результат, о котором вы уже можете догадаться. После долгого вечера мучительных задержек, последовавших за исторической явкой на промежуточных выборах, результаты наконец оглашены, и синяя волна, обещанная демократами Невады, оказалась реальностью. Та же история тогда повторилась в таких местах, как Детройт, и опять же в Аризоне. Потребовалось много дней, чтобы подсчитать все голоса в штате Аризона, и в итоге, как вы можете догадаться, республиканка Марта Максани с минимальным отставанием проиграла гонку за место в Сенате. Мы видим длительные задержки с подсчетом голосов, за которыми следуют хорошие новости для демократов. И так по всей стране. В 2020-м комиссии потребовалось шесть недель, чтобы объявить победителя на праймерис демпартии по двум округам штата Нью-Йорк. И в итоге, поскольку это был праймерис, это было внутрипартийное соревнование, представители демократического эстеблишмента, наиболее влиятельные люди в партии, одержали победу. Конгрессвумен со стажем Кэролин Мелони успешно отбилась от восставшего прогрессиста после долгих проволочек, а Ричи Торрес победил своего соперника, консервативного демократа. Такая вот странность. Несколькими годами ранее тоже произошло с республиканцами в Сакраменто. В ночь выборов 2014-го в пригороде города казалось, что претендент от республиканцев Доуг Оусе собирается сместить действующего конгрессмена-демократа Ами Беру. Республиканец лидировал с отрывом в 3000 голосов, но спустя две недели пришли еще голоса, и угадайте что, демократ был объявлен победителем с перевесом в 700 голосов. И остается в Конгрессе с тех пор. Во всех недавних случаях, которые мы рассмотрели, только во Флориде была длительная задержка с подсчетом голосов, которая привела к победе республиканца, и она была только в одном округе. Это было в 2018-м на выборах губернатора Флориды, когда некомпетентные демократы в округе Бровард нарушили закон и не сообщали об итогах голосования несколько дней. В итоге, как вы знаете, Рон де Сантис победил. В этот вторник, благодаря усилиям по улучшению подсчета голосов во Флориде, результаты огласили намного быстрее. Флорида намного больше Аризоны или Невады, но, в отличие от них, результаты выборов там огласили в тот же день. И, кстати, во Флориде соблюдается закон об идентификации избирателей очень строго, так что трудно оспорить то, кто на самом деле победил. Что бы вы ни думали о Роне де Сантисе или его политике, может, вы его терпеть не можете, но... Если вы честный человек, следует признать, что это победа демократии. Система сработала, голоса были подсчитаны, их тут же огласили. Демократия победила во Флориде, даже если результат вам не по нраву. Но в СМИ это никого не впечатлило. Вот, например, эксперт СНН утверждает, что, пытаясь предотвратить фальсификации, Роне де Сантис фактически обыграл систему. Вчера он выиграл на 20% пунктов. Почему? Потому что он обыграл систему. Потому что он сделал Флориду неровным игровым полем. Изменили законы о выборах, усложнив голосование по почте. Выставили на показ группу людей, чернокожих, которых арестовали за фальсификации, и показали их на федеральных СМИ. Он создал избирательную полицию. Он также очень хорошо реагировал на ураганы и другие трагедии. То есть, борясь с фальсификацией выборов, Рон де Сантис, цитата, «обыграл систему». Что ж, это несомненно так. Он обыграл их систему. И мы должны требовать, чтобы каждый штат обыгрывал эту систему. Мы должны требовать, чтобы все выборы в Америке были как выборы во Флориде. Не по результату, а по тому, как проводятся. Только зарегистрированные избиратели голосуют. Они должны голосовать от своего имени. Они могут проголосовать один раз. И вы узнаете о результатах. Вы, граждане, которые владеют и управляют страной, через пару часов. Несоблюдение этого — вот настоящая атака на демократию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин